Сегодня в программе «Указывая путь». Сексуальные грехи сулят удовольствие и удовлетворение, но на самом деле они приносят горечь и боль. Бог дал нам дар сексуальности, чтобы мы могли наслаждаться им в рамках гетеросексуального брака мужчины и женщины. Вместо того, чтобы вами владели ваши сексуальные похоти, пусть вами владеет Господь Иисус Христос. Сексуальные грехи, как и все другие грехи, сулят удовольствие и удовлетворение, но не доставляют ничего, кроме горечи и боли. Когда придете домой, почитайте пятую главу притчи. Послушайте того, кто знает, о чем говорит, потому что он в своей жизни все перепробовал. Позвольте напомнить вам об одном важном различии между Церковью 21 века и Каримской Церковью 1 века. Это различие весьма существенное. Они тогда отходили от язычества и языческих религиозных систем ради христианской веры. Сейчас, в 21 веке, мы отходим от христианской веры и библейской ортодоксии в языческий образ жизни и приносим его в Церковь. Они отходили от храмовой проституции, как части их языческого поклонения. А мы сегодня переходим к языческим практикам, мы привносим их в Церковь, которая когда-то принадлежала Иисусу. Разве это не печально? Разве это не заставит вас плакать? Ну тогда я не знаю, что заставит. Именно поэтому в Первом Послании к Коринфянам говорится, что те, «Кто доверились Иисусу, не должны позволять себе подчиняться ничему, кроме Духа Божьего». Вместо того, чтобы покоряться греховным привычкам и греховным обычаям, вместо того, чтобы позволять чему-то нами овладевать, мы должны полностью подчинить себя Господу и Иисусу Христу. Грех по своей природе порабощает. И чем больше вы предаетесь греху, тем больше он имеет над вами контроль. И вырваться из этого порочного круга очень сложно. Зачастую все начинается с маленькой неосторожности, с чего-то, казалось бы, незначительного. И Павел сказал, что сексуальный грех извращает Божий план и цель для тела. Для верующего христианина тело — это храм Святого Духа. Храм — это здание. «И в нем пребывает Бог, чтобы там поклонялись лишь Ему одному». Христианское тело — это место, где обитает Бог. Тело христианина — это место, где пребывает Бог. Тело христианина — это место, где почитают Бога и где благоговеют перед Ним. Тело христианина — это место, где соблюдается Слово Божие. Вот почему в 13 стихе Павел объясняет им, что они напрасно рационализируют свой грех. Не следует этого делать. Вот как они рационализировали сексуальный грех. Поскольку желудок предназначен для еды, а пища для желудка, секс для тела, это как поедание пищи. Точно так же, как желудок создан для еды, тело создано для секса, абсолютно любого секса. Павел обличает их глупое мышление, говоря, что хотя еда и желудок имеют биологическую связь, Бог однажды упразднит и то, и другое. Но с телом верующего все обстоит не так. Тело верующего создано Богом не просто для биологических функций. Наши тела созданы для того, чтобы служить Богу не только в этой жизни, но и в вечности. Конечно же, наши тела будут прославлены. Они преобразятся. Это будут и воскресшие тела. Это будут небесные тела. Но тем не менее, это будут наши тела, в которых мы будем служить Богу всю вечность. В шестой главе говорится, что тело верующего предназначено не только для Господа в будущем, не только для вечности, но и для этого века, для этой жизни и этого времени. Наше тело – духовный храм, в котором пребывает Дух Божий. Следовательно, для верующего, в котором битая Дух Божий, было бы неправильно заниматься сексом вне гетеросексуального брака мужчины и женщины. И все, на этом точка. Пятнадцатый стих говорит, разве вы не знаете, что тела ваши – суть члены Христовы? Итак, отниму ли членов Христа, чтобы сделать их членами блудницы, да, не будет. И поэтому Бог дал нам дар сексуальности, чтобы мы реализовали его только в рамках гетеросексуального брака между мужем и женой. Мы не должны бояться говорить о сексе в наших домах и в наших церквях. Только из-за того, что дар секса, данный нам Богом, извращен в нашей культуре. Мы должны помнить, что это дар Божий. И как только мы объясним детям и следующему поколению, для чего он нам дан, мы сможем отразить надвигающееся на нас извращение, которое надвигается на нас. Потому что так приятно греться у камина холодной ночью. Но если искра от огня выпрыгнет из камина, она сожжет весь дом, это же происходит и с сексуальным даром. Он дан только для брака, только для мужа и жены. Вот почему сексуальные связи с кем бы то ни было, кроме вашего мужа или вашей жены, достойны осуждения. А почему? Потому что это скверняет Иисуса Христа, живущего внутри нас, в наших телах, и с которым мы едины. Я знаю, что вы все время слышите этот аргумент в средствах массовой информации о телевидении. Вы все время слышите «Мое тело – мое дело. Я могу делать с ним все, что захочу». Однако, если они принадлежат дьяволу, их тело не принадлежит им, оно принадлежит дьяволу, и это верно. Согласно 19 и 20 стиху 6 главы 1 послания Коринфянам, верующий человек не может сказать, что его тело принадлежит ему. Ваше тело вам не принадлежит. Ваше тело куплено и оплачено кровью Иисуса Христа. Вы куплены не за наличные и не за бесполезный металл, такой, как серебро и золото, и не за недвижимость. Вы искуплены драгоценной, бесценной кровью Господа Иисуса Христа. А теперь, возлюбленные, послушайте меня. Вот что значит быть святым. Мы имеем запутанное представление о том, кто такой святой человек, о том, что значит быть святым. А быть святым значит принадлежать исключительно Богу. Быть святым значит быть предназначенным для употребления Богом. Быть святым значит всецело принадлежать одному Богу. А вот что значит быть святым. Надеюсь, это понятно. Итак, вопрос, который мы могли бы задать апостолу Павлу сегодня, звучит так. Как же нам жить благочестивой жизнью в столь безбожном мире? Как нам жить духовно здоровой жизнью в духовно больном мире? Как же нам жить целомудренной жизнью в мире, помешанном на сексе? А если вы думаете, что большая проблема с этим существует только в нашем обществе, вы ошибаетесь. У Каринфин была с этим огромная проблема. Я благодарен Господу за то, что на все эти вопросы в Слове Божьем уже дан ответ. Павел отвечает нам на этот вопрос. В седьмой главе с первого по седьмой стих. В их обществе, как и в нашем, люди хвастали своей свободой совершать сексуальные грехи. Все виды сексуальных грехов и извращений, блуд, прелюбодеяния, гомосексуализм, полигамия, всевозможные сексуальные грехи. Они хвастались этим. По этому поводу было так много путаниц, что многие христиане были сбиты с толку. В связи с этим они просили апостола Павла помочь им разобраться в вопросах на эту тему. Они отправили Павлу ряд вопросов, и он отвечает им на них в этих стихах. Что нам делать, когда мы стали верующими, живущими в этом помешанном на сексе мире? Должны ли мы оставаться вместе, как муж и жена, если мы оба стали верующими? Следует ли нам разводиться? Если один из супругов стал верующим, а другой нет, и вообще нужно ли нам жениться, или лучше оставаться холостыми? Вот почему Павел говорит, о чем вы писали ко мне. Отсюда мы знаем, что они спрашивали его об этом. Я не сомневаюсь, что апостол Павел, упивающийся писанием, глубоко знавший Слово Божие, советовался со Святым Духом, когда начал давать им ответы. Послушайте очень внимательно. Он говорит, если вы холосты и довольны этим, если у вас дар безбрачия, то оставайтесь холостыми. Если вы состоите в браке, и вы оба стали верующими, оставайтесь в браке. Если вы в браке с неверующим, и у вас хороший брак, и ваш неверующий супруг или супруга не желает оставлять вас, верующих, оставайтесь в браке. И четвертое. Если вы в браке с неверующим, и он, и она хочет развестись из-за вашей веры, не удерживайте его. Павел, как и все авторы Нового Завета, включая и самого Господа нашего Иисуса, все они глубоко изучали Ветхий Завет и питались с Писанием день ото дня. Они вовсе не учили, что мы должны отбросить Ветхий Завет в сторону, ведь Ветхий Завет — это как дом без крыши. Новый Завет — это крыша, которая делает дом завершенным. Мысль Павла восходит ко второй главе Бытия, и также к девятнадцатой главе Евангелия от Матфея. Там говорится, что Бог с самого начала сотворил человека, мужчину и женщину сотворил их. Нигде не сказано, что Он сотворил двух мужчин или двух женщин. Бог создал их идеально подходящими во всех отношениях — целесно, эмоционально, духовно. Он создал их для того, чтобы они дополняли друг друга. С этого времени брак заключается между мужчиной и женщиной, независимо от того, что сказано в законе страны и абсолютно любой страны. Это партнерство, это дружба, это общение, это взаимодополняющие отношения. Позже в Новом Завете Павел использует концепцию Ветхого Завета, в которой Бог представил себя как мужа Израиля, своего избранного народа. Он заимствует эту концепцию из Ветхого Завета и применяет ее в Новом Завете к церкви. При этом Иисус — жених, а церковь невеста. Возлюбленный. Этот образ Христа-жениха и его церкви-невеста должен отображаться в каждой христианской семье. Что это означает? Это означает, что мужья должны быть инициаторами. Они должны быть инициаторами любви, милосердия и благодати, точно так же, как и Иисус инициировал любовь к своей церкви, невесте, к нам с вами. Он первый проявил любовь. Он первый проявил милосердие. Он первый проявил благодать. И точно так же, как мы, верующие, ответили на его посвящение любви, милосердия и благодати, так и жена ответила взаимностью на любящее посвящение мужа. Как верующие любят, чтят и поклоняются Господу Иисусу Христу, так и жена должна научиться уважать и любить своего мужа. А сейчас я хотел бы поговорить с молодыми мужьями и молодыми женами. Я хотел бы начать с жен, потому что к тому времени, как я доберусь до мужей, меня могут забить камнями до смерти. Итак, я начну с прекрасных дам, с драгоценных жен. Не бейте своего мужа по голове, как бы сильно вы не хотели это сделать. Когда вы это делаете, вы делаете нечто неестественное. Я прошу вас, не пытайтесь сами выбить из вашего мужа его эго. Это работа Бога. Пусть Бог позаботится об этом. У него это лучше получается. Не нужно все время пытаться его унизить, и уж тем более публично. И когда ваш муж обращается к вам с любовью, нежностью и милосердием, вы должны ответить ему любовью. Посмотрите на первое послание к Коринфянам, 7 главу, с 3 по 5 стих, когда Павел говорит «Муж, оказывай жене должное благорасположение». Подобно и жена мужу. Он имеет в виду не только сексуальные отношения, а отношения в целом. Хотя сексуальные отношения, безусловно, важная часть. Я хотел бы объяснить вам, что означает подчинение, потому что в Библии сказано «повинуйтесь друг другу». Повиновение означает, что вы, жена, откликаетесь на любящее посвящение мужа. А вот что это означает. Это означает, что вы положительно реагируете на его посвящение. Это означает созидать его своими словами, в то время как он относится к вам с любовью. Ну а теперь поговорим с молодыми мужьями. Послушайте, молодые люди, не выходите из себя и не пытайтесь найти кого-то на стороне всякий раз, когда ваша жена вам не отвечает так, как вы ожидаете. Не лишайте ее своей привязанности, если она не знает, как вам ответить. Помогите ей. Продолжайте протягивать ей руку любви, руку благодати. Продолжайте проявлять к ней милости, великодушия. Будьте к ней терпеливы, так же, как Господь Иисус Христос, наш жених, проявляет терпение к вам. И как он проявляет терпение ко мне. Вашей жене нужно, чтобы вы объяснили ей с любовью. Вашей жене нужно ваше понимание. Так что не нужно постоянно что-то требовать или наоборот закрываться от нее. И, пожалуйста, не забывайте. что, когда вы заключали брак перед Господом, священник говорил, пока смерть не разлучит вас, а не пока не появится кто-то получше. В пятом стихе сказано, не уклоняйтесь друг от друга, кроме как по обоюдному согласию, и только на ограниченное время. На ограниченное время. Послушайте, стих пятый снова очень ясно дает понять, что это делается по взаимному согласию, и это должно быть для более высокой духовной цели, такой как молитва и пост. Но оба супруга должны быть с полным согласием возлюблены. Я говорю это часто и буду повторять это, пока Господь не заберет меня домой. Мы часто, как мужья и жены, упускаем некоторые из чудесных благословений, когда не выполняем обещания ценить силу взаимного согласия в семье. Когда мужья и жены собираются и пребывают в полном согласии, они представляют собой огромную силу. Бог ответит на их молитву. Бог совершит через них великие дела. Мы так много раз это видели, и поэтому у нас нет в этом никаких сомнений. Мы знаем об этом не понаслышке, но затем, как только духовная потребность будет удовлетворена, вы возобновите свои отношения. Снова пятый стих. Причина, по которой это воздержание не следует продлевать, заключается в том, что сатана тут же попытается воспользоваться ситуацией. Если это будет длительное воздержание, это принесет семье большой вред. То, что я сейчас скажу, я, пожалуй, не буду повторять слишком часто. Секс в браке не должен использоваться как претензия на духовное превосходство. Я более духовный, чем ты. О, нет, секс в браке никогда не должен использоваться как средство запугивания или манипулирования вашим супругом. Если вы так поступаете, вы манипулируете даром Бога в браке, потому что это дар Бога. И это замечательный дар. А в этой ситуации вы не прославляете Бога. Ну и, наконец, посмотрим шестой и седьмой стихи. Павел говорит, что если Бог дал вам дар безбрачия, радуйтесь этому дару. Никоим образом не чувствуйте себя хуже тех, кто состоит в браке. То, что вы не в браке, как и Павел во время написания послания, означает, что у вас больше времени для служения. У вас больше времени для изучения слова. У вас больше времени для того, чтобы служить другим возлюбленным. Слово Божие говорит, как тем, кто в браке, так и тем, кто не состоит в браке, что мы должны сконцентрироваться на возвращении Христа, а не на своем недовольстве. Мы не должны слишком много думать о своем земном положении, так что дары Божии, как говорится в Писании, различны, и мы должны им радоваться. Могу я услышать «Аминь» и от холостых, и от семейных? Субтитры создавал DimaTorzok